Ну что ж, привет всем, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Что ж, в предыдущем видео, когда я дам прогноз, я спросил вас, что вы хотите. Дальше продолжать челлендж с прогнозами на карте UFC 249, либо же лучше мне будет сделать, так сказать, экспресс. 100% моей аудитории, скажем так, если комментарии, что были, да, все вы захотели, друзья, экспресс, да. Все так-то прогнозов и так достаточно я дал, но экспресс интереснее. Вот, друзья, на экспрессам тоже пришлось поломать немного голову, да. И давайте начинать, друзья, с экспресса. Естественно, как в каждом видео, объясняю, за счет чего этот экспресс должен зайти, по-моему, мнение. Друзья, первый экспресс это Тони Фергюсон досрочно и Францис Нгану тоже досрочно. Коэффициент на досрочку Тони 1.81 и Нгану 1.67 досрочка. Общий коэффициент, друзья, 3. Да, не прям уж так много, но все-таки трешечка, это, в принципе, друзья, нормально. 80% я даю захода данной ставочки. Теперь объясняю, почему, друзья. Тони Фергюсон досрочно. Ну, естественно, я считаю, что Джастин очень опасен, да. Но, друзья, Тони Фергюсон, он и в ударной технике разнообразен, он и в тайминге будет получше, и все-таки держалка у него неплохая. Учитывая то, что послать в нокдаун его довольно, скажем так, не тяжело, да, и для этого не обязательно быть ударником. А вот добить Тони Фергюсон действительно очень тяжело. Почему Тони завершит, друзья? Ну, у него сумасшедшие локти, то есть, как он разрезает, скажем так, ножом по маслу лицо своих оппонентов. Также, друзья, помимо локтей Тони разнообразен, он может и засобмешить уставшего уже Джастина и все остальное. Почему Францис Нгану, друзья, досрочно? Ну, Нгану это просто бешеный боец, друзья, действительно, всех последних оппонентов в первом раунде накрутировал. Если из имен Кевин Веласки, друзья, вам о чем-то говорит, да, и его в первом раунде просто снес, прошелся катком по нему. Разинструек, друзья, я не считаю, что он какую-то серьезную позицию несет, серьезную опасность. Прямо посмотреть в его бои, все, статистика, скажем так, тут не сказать, что соответствует того, что я видел на деле. Безусловно, вот. И, друзья, поэтому так и считаю, трешечка, в принципе, можно назвать железом. Железобетоном не назову, но железом вполне можно. Почему нет? 80% захода, тут уже смотрите сами. Едем дальше, друзья. Это Тони Фергюсон оставляем досрочную, но добавляем, скажем так, то, что Францис Мгану техническим нокаутом, потому что я считаю, почему 1.87 плюсовым, друзья, получается у нас в Экспрессе 3, в общем, коэффициент 3 и 4, друзья. 75% захода ставочки, потому что все-таки-то с досрочным, но это, конечно же, повышает уровень захода, я думаю, сами понимаете. Но я считаю, почему нет, почему этому Экспрессу не зайти, да, 3-4 коэффициента, сильно не изменился. Но вот, друзья, дальше, следующий Экспресс, меняем только то, что Францис Мгану в первом рауде коэффициент 3, оставляем Тони, как обычно, да, уже объяснил, коэффициент 5,4, заход 70%. Почему еще такое, да, событие я посчитал уместным оставить, друзья? Ну, потому что, скажем так, Францис Мгану, он, скорее всего, если и заканчивать, друзья, это первый раунд. Сказать то, что разностройки, ну, неплохая держалочка у него, да, не сказать, что железобетон какой-то. Ну, друзья, я считаю, что вполне, вполне себе так, в принципе, скорее всего, и будет победа Францис Мгану. Тем более, какую форму он показал, тех, кто не видел, посмотрите, в интернете есть, какую форму показал Францис Мгану. Он в очень отличной форме, очень прослушенный, видно, что покрытый, как всегда, мышцами. То есть, потрясная, потрясная форма, тренировочки его посмотрел, поэтому почему нет. Друзья, ну и напоследок, самый сочный такой экспресс, тоже оставляем Тони досрочку, Мгану в первом раунде. Дальше, Фабрисио Вердум, Алексей Олейник. То, что просто бой закончится досрочно, неважно, чьи победы, 1.36. И то, что Энтони Петтис победит, просто берем чистую победу над Дональдом Сиром на 1.68. Общий коэффициент, друзья, получается 12.4. Даже такое приготовил, естественно же, объясню за счет чего. Но если Тони Фергюсона и Францисо Мгану мы обсудили, за счет чего я считаю, что это должно заходить, то почему я считаю, что Вердум и Олейник именно досрочно, неважно, кто победит даже, да? Потому что, друзья, это парни по сабмишину невероятны, да? Большое количество своих поединков они завершали досрочно именно сабмишинами, друзья. Я считаю, что этот поединок просто обязан завершиться либо победой досрочной именно такие Вердума, что более вероятнее, либо же Алексея Олейника, что менее вероятно. Но в любом случае досрочно, друзья. Почему я добавил просто победу Энтони Петтиса, друзья? Ну, потому что, друзья, лучшие годы Дональда Сирона уже позади. Можно сказать, из-за Петтиса, друзья. Но все-таки Петтис более молодой, скажем так, он еще в каком-то плане не пробитый, да? То есть, как я говорил в прогнозе, много сыграет психология, друзья. Но у Дональда уже держалочка вообще не держит. Да, можно сказать, что, конечно, кто его сносил, это Фергюсон, Гейджи и Коннор, по сути, все топы, да? Но, друзья, вот эти топы, они и пробили держалочку Дональда. И я думаю, что Петтис заберет поединок, скажем так, неважно, как даже решение или досрочит. Вот. Потому что еще, друзья, у них был поединок, первый бой, где Петтис все-таки-то нокаутировал, по-моему, в корпус Дональда Сирона. Это во многом психология будет на стороне Петтиса. Я считаю, что в те годы, если он прошел Дональда Сирона, ничто не помешает ему пройти в эти годы, друзья. Общая сложность, сколько я дам такому экспрессу, друзья, конечно, 50%. Я не волнуюсь за Тони, я не волнуюсь за Нгану, вот, все так-то, в принципе, друзья, да, в принципе, если так посудить, по логике, да, если взять отдельно каждое событие, отдельно каждому событию, можно, друзья, дать, ну, если Тони можно дать 95%, что так и завершится, ну, 90% даже, вот так вот. Францис в Нгану так же, Верду Маленник так же, вот единственное, Петтис, ну, 70%, да? Ну, если суммировать все, тут права на ошибку нету, да, по сути, и вот за счет этого я считаю, друзья, что, ну, поэтому 50%, что в отдельном поединке может что-то пойти и не так. То есть, ну, беру, скорее всего, Верду, либо же Петтис, вот. Самый сомнительный, конечно, Петтис, но все же, мне кажется, пройдет. В общем, ну, все равно 50% даю, друзья, 55% от силы можно дать, вот так вот, не более, потому что 4 аж события, вот за счет только, потому что 4 события, да, да. Вот за это вот такой процент заходимости. Но какой-то неизначательной суммы, почему не рискнуть, да, и не попробовать? Тем более, я считаю, что коэффициент 12,4 довольно-таки приличный, друзья. Ну, вот, вот такой был у меня экспрессик, друзья. Вот, наконец, уже вот на днях насладимся кардом UFC 249. Я думаю, все, что смог, я сделал со своей стороны по прогнозам, вот, предложил экспресс, друзья, вы захотели, бомбанул вам экспрессик. Ждем теперь только заходов, да, там. Вот, что ж, друзья, в принципе, я очень доволен проделанной своей работой. Я доволен всем вашей поддержкой, спасибо вам за это, да, уже, блин, скажем так, рук я выпускал, хотел закрывать канал, но вдохновился, вдохновился вашей поддержкой, друзья. Ну, что ж, на этом все, друзья, будем прощаться. Пишите комментарии, оставляйте свое мнение, что вы думаете по этому всему счету. Обязательно, если есть вопросы, пообщаюсь с вами в комментариях, отвечу, постараюсь абсолютно на все комментарии. Вот, мне очень приятно с вами общаться, друзья. Вот, есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Хочу как можно больше вашего мнения, что думаете по этому экспрессу, по карду, вообще. Все, друзья, буду очень рад с вами пообщаться. На этом все, прощаемся, друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok